Музыка Коллектив Мажореток Крутая Малышня появился в городском доме культуры в 2003 году. Его основательницей и бессменным руководителем стала хореограф Тамара Колтун. За более чем 10 лет существования коллектив не только разросся и набрал популярность в нашем городе, но и стал хорошо известен и уважаем как в Беларуси, так и за ее пределами. Более того, подросшие мажоретки из Крутой Малышни образовали второй ансамбль – Холидей, который на сегодняшний день единственный в стране носит высокое звание Народного любительского коллектива Республики Беларусь. Сегодня в целом в младшем, среднем и старшем отделении коллективов мажореток занимается около 130 человек от 4 до 17 лет. Большая часть из них, около 70 танцовщиц, принимают самое активное участие в богатой на события концертной деятельности. И, конечно, за великолепной отточенной техникой барановичских мажореток стоит упорный труд и бесконечная работа над самосовершенствованием. Стать мажореткой не так-то просто. Только на то, чтобы освоить искусство владения специальными мажореточными палочками, уходят годы и годы тренировок. А перед ответственными мероприятиями и конкурсами девочки репетируют практически ежедневно. Именно так в режиме нон-стоп девчата репетировали весь май напролет, готовясь к своему триумфальному выступлению на международной презентации мажореток, тамбур-мажореток и чирлидерок «Помпа-2016», которая проходила в польском Белостоке. Важно отметить, что «Крутая малышня» и «Холидей» среди более чем 30 команд участников конкурса были единственными представителями Беларуси. И поэтому особенно приятно отметить, что наши юные танцовщицы не просто с успехом представили подготовленную программу, но и произвели среди участников судейской коллегии конкурса и зрителей настоящий фурор. Неудивительно, что оба коллективы «Тамары Колтон» вернулись из Польши с немалым урожаем призов. Шесть золотых, две серебряные медали и три кубка. В том числе специальный приз «Силвер Тим», который завоевала «Крутая малышня». Я занимаюсь с трех лет, уже восьмой год. Мне очень сильно нравится заниматься в этом коллективе. Я рада, что сюда попала. Все благодаря моим родителям. В Польше меня впечатлило то, что мы привезли очень сильно много медалей, и все золотые и серебряные. Нету третьих мест. В Польшу мне нравится ездить, потому что там мы танцуем, набираемся новых знаний. Когда уже объявляли, кто выиграл и какие у кого медали, когда нам говорили, что «Крутая малышня», там такое место, там первое, второе, мы освежали от восторга, и нам хотелось, чтобы еще больше было золотых медалей. Такая блестящая победа в копилке барановичских мажореток далеко не первая, и уж, конечно, не последняя. Эти грациозные девчата, мастерски владеющие палочками, завоевали уже десятки, если не сотни медалей, кубков и дипломов самого разного уровня – и городского, и республиканского, и международного. В нынешнем международном конкурсе «Помпа» они тоже принимают участие не впервые. И это возможно во многом благодаря не только поддержке города, но и личному, материальному, физическому и моральному участию родителей юных звездочек, которые помогают коллективам с костюмами, с оплатой дороги, сопровождают детей в поездках и прямо на месте событий радуются победам своих чад. Я уже десятый раз принимаю участие в этом конкурсе. Мы каждый год ездим в Польшу, в Белосток на конкурс «Помпа». И впечатления просто очень-очень хорошие, потому что это всегда очень весело и интересно для нас. И, ну, естественно, конкуренция была очень большая. Да, очень много сильных коллективов, но мы справились и вот заняли стойко призовых мест. В этом году было 17 номеров. Это включая общие номера и соло, дуэты, трио. Все это вместе, это 17 номеров в этом году. Конечно, тяжело подготавливать это все, чтобы каждый год нельзя повторяться. Это должна быть новая программа, новая музыка. И дети у нас, 11-классники, в прошлом году 7 человек выпустилось, поэтому тяжело новых детей научить и с новой программой поехать. А с палочками требует много внимания, потому что, во-первых, и потолки нужны, и... Ну, это долгое время. Самое яркое, наверное, награждение, когда все коллективы на площади собрались, когда президент мажореточного движения в Польше был, награждал, поздравлял. По словам руководителя коллективов «Крутая малышня» и «Холидей» Тамары Колтун, которая одной из первых в Беларуси начала развивать мажореточное движение, главная сложность этой разновидности танца – в отточенности техники. Поскольку мажоретки чаще выступают группой, а не сольной или дуэтом, большие усилия требуется приложить к тому, чтобы все движения были синхронными, и коллектив из десятка, а то и больше человек, смотрелся как единое целое. Тем более, что мажоретки на всех крупных городских и республиканских мероприятиях, разнообразных парадах, шествиях и дефиле всегда на виду и в первых рядах. Это большая ответственность – быть украшением праздников, но девчата с ней мастерски справляются, даже самые младшие. Все благодаря чуткому руководству и профессионализму хореографов – Тамары Колтун, Ольге Михович и Дарье Фондеевой. Тренироваться нам было тяжело, но благодаря усилиям Тамары Александровны и Дарье Игоревне у нас все получилось намного лучше, чем мы бы делали все сами. Тренировались мы долго, учились на своих ошибках. Если у нас что-то не получалось, мы 20-10 раз, но это все проходили заново, до тех пор, пока у нас все это не получилось. Танцы очень сложные, очень сложные элементы, и, естественно, очень трудно танцевать с таким предметом, ну, с палочками, потому что она, естественно, может упасть, а это уже сразу снижение баллов. И поэтому очень волнуешься и за элементы, но когда выходишь на сцену, уже сразу все забываешь, уже сразу улыбка и хочется танцевать, и все получается. Своими победами в Польше наши юные таланты завоевали для себя право на участие в первенстве Европы, мажореток и черлидерок, которое пройдет в Праге. Также в июле Holiday совместно с Духовым оркестром Детской музыкальной школы искусств номер один под руководством Владимира Станевича приглашен принять участие в национальном празднике Франции. А это значит, что впереди у коллективов еще море новых впечатлений, громких побед и восторженных зрителей.